Девушки отдыхают 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 Это была своеобразная русская конница самим, вот такой конница, была еще вот такая, вот командир, который был у нее, вот он был найден, по-моему, еще в садике, вот, и вот он был на ней командир, вот он двигался таким вот образом и так далее. Это вот и есть первоначальный этап развития военных игр и всего прочего, это основа. Здесь представлены солдатики первоначального этапа, здесь вот, например, мы видим пограничника, да, он вооружен винтовкой, вот, пятью патронами и штыком. Вот такой же наподобие человечек вооружен пятью патронами. Так как их было незначительное количество, и вдогонку делали еще вот этих. Они тоже объявлялись, как бы, наподобие пограничниками. Вот он, у меня четыре патрона. Винтовку ему давали, так как он не имел ее при себе. И штык. Как правило, они противостояли вот таким воинам, это воины профессиональной армии, о которых говорилось ранее. Они были вооружены вот таким, как вот этот товарищ, холодным оружием, или как вот этот, вот у него есть винтовочка, значит, он мог стрелять в то же время. Такие воины, как вот эти вот, они использовались при различных сражениях, то есть в 92-м году. Также сюда приходилось еще и Андреевичу, в котором мы ввели сражения вот такими солдатиками. Германцев и других воинов мы не использовали, так как считали, что это враги русских, поэтому они не встречались с русскими в открытом противостоянии никогда. То есть используются только профессиональные бойца и пограничники вот эти. Вот здесь видно использование уже вот этих вот ружей, которые применялись вот такого вот типа. Вот здесь. Это образцы, которые отправлялись на Селезневку, потому что там не было пластмассовых солдатиков, только пластилиновые. Им нужны были вот такие вот ружья. Это многозарядное действие, зарядное ружье. Также вот пулеметы различные от такого типа. Они имели пулеметные ленты, либо вот такие вот тут магазины, как от ППШ. Большое распространение имели еще и автоматы вот такого типа. То есть вот автомат, вот он имеет пулеметную ленту, большое количество патронов. То есть очень эффективное оружие считалось. Также вот такой еще пулемет и там далее и тому подобное. На Селезневке также вот у противников русских были, у Селезневцев, были вот такие вот автоматы, немецкие автоматы. Рассмотрим также еще оружие, которое тоже имело место. Это вот такое вот холодное оружие, если так можно назвать. Это было пластилиновых солдат. То есть пластилиновые солдаты практически не имели вот ни таких, никакого вида вооружения. Это были мирные жители, их рассматривали как мирных жителей. Так, вот здесь вот представлено оружие немцев, живших на Гейсе. Это уже после разгрома двухсот германцев. После дела расстрелы их здесь при наступлении. Стали применять вот такие вот автоматы, вружаться такими автоматами. Вот они, пулеметные ленты. Это вот они готовили завевать руси вот таким вот, таким вот, это самое, макаром. Даже еще во времена Зотовской войны, объявление Зотовской войны, когда мы собирались воевать то исключительно холодным оружием, мы все равно создавали вот такие вот автоматы. Такие пулеметные ленты, пулеметы. Их было создано порядка 15 таких вот пулеметов. Вот и различные автоматы, такие вот такие. Вот мини-пулеметик, так как не все были большие. Вот целый ящик с пулеметными лентами. И вот различные снаряды. Вот, например, снаряды были даже деланы из восха. Были даже копья, наконечники которых были из восха. Были также снаряды вот такого типа, о которых сейчас я расскажу более подробно. Выстрел из стрелкового оружия происходил следующим образом. От ружья соединялась пулька и летела-летела в сторону противника. Оно попадало в любую точку неприятеля, куда только пожелает. Красная отметина обозначала поражение противника и сигнализировало, что он выведен из боя. Также обозначало кровь. Снаряд поражал пехоту следующим образом. Также отсоединялся от боекомплекта и летел, поражал, допустим, в грудь. Производился взрыв. Также от промахов, снарядов и пуль оставались огненные такие отметины на земле. Падание было 100% в принципе. Исключение составлялось только желание сохранить жизнь тому или иному герою. Особое место среди игровых сражений занимали сражения с Чепроной. Здесь впервые применялся принцип состязательности. Когда две противоборствующие армии использовали ловушки, засады и различного рода хитрости пытались уничтожить друг друга. Военной информации было очень мало. По сути, оно сводилось в серии книг, которые мы брали из библиотеки. Вот такой серии. Это были книги на поле Куликовым, Невская битва и Ледовое побоище. Также про различные походы татар на Русь. Про Ивпадокова врата, про защиту Рязани. Книги особо не содержали никакой ценной информации. В то же время в каждой книге было нарисовано примерно такая карта. Особое место в понимании сражений заняло Куликовской битвой. И особенно вот эта маленькая деталь, засада, которая применялась практически во всех последующих битвах. Рассмотрим одно из сражений осенью 92-го года с Чупранем. Нам было 10 лет. Мы были за одну сторону. Мы дали противнику подавляющий численный перевез. 90 против 50. Мы знали, что он допустит ошибку и будет действовать опрометчиво. 20 воинов он оставил в укрепленном лагере. И мы знали, что он сделает так, ослабив наступление. Во время марша его более мелкая и слабая часть пехоты оторвалась от основной силы. Крупногабаритные и лучшевооруженные пехотинцы и всадники уже не имели своего подавляющего численного перевезка. И это была часть плана. Что же мы хотели противопоставить двукратно превосходящему противнику? Стены? На имя значительный перевез в приходе он их занял бы из особых проблем. А на узком дворике окруженная со всех сторон конница стала бы просто бессмысленной. Что же могло спасти нас в такой ситуации? Казалось бы, безвыходной. Засада. Мы заманили Чупрына за лужку. Чупрын не рассчитывал на такой поворот событий. Он был к нему просто не готов. Конница стремительно вытащила из укрытия и устремилась на рассеянную пехоту, которая была не готова оказывать ей сопротивление. В то время пехота имела короткие пластилиновые сабли и короткие штыки. Они не могли противостоять коннице. Они истребляли их без особых потерь, прорубая себе дорогу. На линии соприкосновения рассыпанная пехота было столько, сколько всадники могли уничтожить. И несмотря на тройной перевес, пехота ничто не могла сделать с отборной конницей. Если пехотинцы были построены хотя бы плотными цепями, им удалось бы отбить нападение конницы из путь зачисленный перевес. Но в данной ситуации они были обречены. За считанные минуты ситуация резко изменилась. Чаприн не знал, что делать. Помогать ли своей атакованной конницей пехотой либо она справится со своими силами. Он также не знал, есть ли у нас еще засады. Когда он понял, что пехота без помощи не справится, он выдвинул заднюю линию своей более сильной части войска. Но понял, что уже поздно. к тому же мы ответили контр-атакой из замка. Из ворот вышла конница. Со стен попрыгали пехотинцы. Нарнизон крепости быстро построился перед лицом противника. В центре стояла конница на флангах пехоты. Они пошли в атаку. Подошедшая отборная конница нанесла удар противнику в ту. Итог боя был примерно таким. Мы потеряли 18 человек, уничтожив 32 неприятеля. Разгром был полный. Противник был геморализован. У нас в строю сохранилось 23 человека. Лагерь неприятеля насчитывал 21 человека. В приклеенном лагере. Но у них уже не было ни сил, ни моральных сил, ни физических оказывать нам сопротивление. Они просто сдаюсь. Намелось победить. Это было первое разумное сражение, которое мы проводили. Рассмотрим еще одно игровое сражение. Илка, Супранэм, 54 воина. У меня 33 человека. И снова столкнулся с проблемой, когда нужно было меньшей армии уничтожить большую. Я оборонялся. Свои войска я разместил в построенной крепости. Но места им явно не хватило. Чтобы сбежать давки, была сделана крепость и пристройка, которая впоследствии будет названа деревней. При приближении противника войска вышли в поле. И здесь созрел план предстоящей битвы. Противник, считая, что отряд, стоящий в деревне, предназначен лишь для ее защиты и не будет участвовать в полевом сражении, начал атаку. Построенный плотными рядами, мы не дали прорвать себя сразу. Но противник стал окружаться с правого фланга, пользуясь численным перевесом. На это и был расчет. Конница, стоящая в деревне, столько этого и ждала. Открыв ворота, они атаковали врага во фланг. Разумеется, это была отборная конница, и удар ее был страшен. Разгромив с него фланг противника, конница продолжила свое движение. Скованные боем, а также особенно уязвимые с боков пластмассовые солдаты, не могли оказать ей должного сопротивления. Все это привело к полному разгрому армии неприятеля. Эту тактику введения боя мы назвали деревней. Рассмотрим еще один бой. Юрка 92 воина, у меня с Андреем 56. Юрка построилась у клином. По краям шла конница, в центре более слабая пехота. Они шли плотно, никто не отставал и не растягивался. Они представляли большую угрозу нашей малочисленной армии. Мы с Андреем избрали все ту же тактику деревни, выставив перед замком пехоту с конницей и, спрятав в деревне, опять несколько отборных всадников. И еще кое-что, о чем будет, скажу позже. Противники сблизились. Для того, чтобы исключить атаки на левый фланг, Юрка видел отборный отряд конницы и поставил его напротив деревни. Сам же начал атаку всей массы пехоты и конницы в центр. Клин был остановлен. Мои фланги перешли в атаку, практически окружив неприятеля. В этот момент из деревни вышла конница. Юрка ответил контратакой. Юрику мы приготовили еще один сюрприз. Это засада. Видимо, придуманный Андрей. Воены попрыгали сверху, ошарашив противника. И тут же атаковали, создав подавляющий перевез на левом фланге. Чем закончилась битва, неизвестно. Но, по всей видимости, я с Андреем победили. Но, в любом случае, с большой кровью. Клин на себя совершенно неоправдал. Он был в данной ситуации абсолютно бессмысленным. Тем не менее, его еще будут применять. Помимо сухопутных сражений, были еще и морские. Применялись вот такие плоты и более крупные, а были еще и гораздо крупнее. Принцип действия было следующее. Судно ударили друг от друга. Упавшие воины считались, упавшие воины за борт считались утонувшими. Потом просто шел обычный рукопашный бой. Захватывались корабли и тому подобное. Этих корабли были десятки и перекрывали весь форматор от края на края и не в один ряд. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал.